с этой бритвой справится даже ребенок сейчас посмотрим как этот ребенок справится бруклин продакшн представляет приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале опасная бритва бруклин продакшн меня зовут павел и сегодня будет бритье обзор все как мы любим и все как нам нравится из интересной бритвой начнем мы с помазка сегодня у нас помазок задает тон всему бритью вот такой вот сегодня у нас красавец кола от компании яки браш 22 миллиметра такой огромный высокий скажем помазок узел небольшой но эталон среднего помазка который подойдет любому пользователю узел нам знакомый синтетика красивая мягенькая для высокой чаши сегодня будем использовать чашу компании яки вот такая вот чаша помазок яки чаша яки сегодня у нас все соединяется достойном обзоре все замечательно так помазочек мы нам очень просто и в принципе на этом фенита ляка медь так сегодня у нас мы вам выступит мы от компании big home so company английские артизаны прислали вот такое мыло когда-то давно и вот сегодня в сегодняшней схеме кола мыло запахом коку колы что-то напоминает как сказали мои нюхачи и club кола называется значит большая огромная банка сколько здесь написано 140 грамм здоровенная банка закрывается когда заполняется для сохранения свежести ароматов и немного на поверхность теплой водички вот так вот раз размягчим давайте еще раз бахнуть все достаточно так пускай постоит чуть-чуточку и наберется всей влаги а мы уже соберем помазком хотя мягкий помазок но отлично соберет так сегодня завершим нашу композицию флойдиком давно не было флойдика и сегодня опять же таки в нашей схеме но хотя по запаху совершенно такой классический аромат но по цвету подходит флойдик всем знакомая испанская радость испанское счастье из масс-маркета красивая очень красиво цветонасыщенная бутылочка и сама бутылочка в виде фляги содержание ментола так что будем сегодня пользоваться здорово так пока отложим в сторону по возможности сегодня наверное еще пройдусь бальзамчиком нравится мне этот бальзам с большим удовольствием его использую мне очень нравится ну и наша наша бритвочка сегодня у нас бритвочка опасная вот такая вот бритвочка из разряда хотела пользователей а я уже давно забыл про эту бритву и хорошо что один из наших коллег вид шейверов напомнил про эту бритвочку и попросил показать ее в обзоре сегодня будет вот такая вот бритвочка в обзоре выглядит серьезный такой меч особенно когда вот под таким увеличением показываю да очень сильно серьезно выглядит особенно когда мы видим на картинке но если сравнивать она такая маленькая маленькая аккуратная лезвие 40 миллиметров это традиционно японская бритва сделана из нержавеющей стали как мы понимаем да или ржавеющей стали с хромом но самые изюминка ее в том что вот эта часть которая она вставляется в основное как бы тело да и вместе спрессовывается и вот эта часть и сделана из уже с очень качественной стали для того чтобы ей можно было лиц ее можно заточить ее можно поддержать рабочем состоянии она будет удерживать эту заточку то есть вся бритва не делается с высококачественной стали нет смысла ручку делать из очень дорогой стали вероятнее с которой которые даже нет в таком количестве но мудрые японцы взяли сделали небольшую вставочку и они обеспечили уже намного больше продукции все очень качественно красиво красивые иероглифы как вы видите давайте вам покажу поближе это бритва комиссори с мастера хенкотсу как гласит лозунг этой компании вот здесь вот сбоку написано что с этой бритвой справится даже ребенок сейчас посмотрим как этот ребенок справится давно не пробовал эту бритву давно не брал руки маленькая юркая аккуратная конечно ей удобно брить кого-то очень удобно реально так то есть пальчиками держишь реально бришь себя уже получается немножечко в другом ракурсе видишь плюс еще оброс вот это вот самый главный фактор потому что как вы понимаете азиаты не настолько им не повезло в жизни а у них есть чуть-чуть пару там каких-то штучек бывают даже усы отращивают видео таких тоже людей но это уже большая редкость но я говорю про китайцев не про японцев про японцев не видел в таком количестве чтобы оценить возможности генетические организма скажем так да но во всяком случае тенденция сохраняется небольшая у них имеется оброслость и вот такой вот инструмент достаточно хорошо в работе значит инструмент я поправил заточен еще с давних времен вроде проверил вроде все хорошо и будем пробовать сегодня бритья как это будет такая штучка приятная железяка говорится сегодня будем пытаться бриться так нашим его нашим его давайте помазок важненький сейчас соберем более концентрированное мыло на полосок реально удобно реально высокий люблю большие помазки руки всегда остаются в чистоте так достаточно собрал на помазок я думаю что вполне достаточно ничего больше нет такого так пока отложим в сторону наше замечательное мыло все пусто чисто попытаемся что-то взбить опять как мы видим новички могут обратить внимание что ничего как бы особо сильно не получается а секрет том что можно просто добавить воды то есть немножечко водички еще немножечко водички и уже как бы ситуация изменится вот уже образуется пена теперь доведем пену до нашего рабочего состояния посмотрите как быстро все начинает образовываться когда качественно хорошие мыло небольшой забор его в концентрированном виде немного воды немного понимания того что нужно сделать и результат как говорится на лице на лице будет наш результат вот так посмотрите как много получилось вот так вот чаша вполне достаточно можно еще погонять помазок кстати как вы это делаете против часовой стрелки или по ходу часовой стрелки я заметил что я делаю против кстати заметил благодаря подписчикам подписчикам и зрителям которые мне обратили внимание против часовой стрелки ну как то вот так вот природно получается так достаточно интересно ваши какие у вас движения это делается абсолютно не задумываясь делается абсолютно с точки зрения природы и интересно как у вас по ходу или против так помазочек оставляем лишать нашей чаши ручки так все лежит на месте ручка помазка и здорово так что нам остается нам остается прогреть лицо и как говорится побриться здорово прогрелась кожи мягенькая такая стала бархатистая щетина значит идем мы правильным путем а путь сегодня определяет острый меч острый меч или помазок кока-кола кола скажем так так здорово водичку еще здесь надо убрать надо бы не мешало и все и наш помазочек красавицы ну красивый реально чистая ручка чистый янтай что таким дарю мне кажется больше возможности вот тут задает тон как я понимаю форма помазка сама по себе ручка такая вытянутая плюс еще цвет и создатели как-то назвали вот таким образом но не будем спорить по вкусу мыло клапково не как кока-кола игра слов во всяком случае вкус она не отторгающий не противный он безвкусный это здорово так посмотрим где еще такие небольшие приготовления потому что реально если бы это была безопасная бритва можно попроще к этому отнестись намного проще чем сейчас небольшой конечно мандраж присутствует этот инструмент приятное удержание приятно его держать и я надеюсь что все будет замечательно а что нам еще остается попробуем так попробуем сначала здесь вот так вот попробовали пену снимает уже здорово ну что поехали снимает хорошо здорово красиво возьмем салфеточку для того чтобы побыстрее этот процесс шел думаю на салфеточку с бритвую щетину снимать ну чувствуется лезвие может быть от даже какой-то моей неуверенности потому что правило работы с таким инструментом нужно как можно плоскостью полной на лице работать под небольшим углом плюс еще иметь твердую руку но твердая рука только в том случае если вы уже имеете такую практику с которой как бы ежедневно работать и уже через там какое-то количество сеансов бритья у вас все налаживается в этом плане и вы уже чувствуете инструмент а вот таким вот манером попробовать не попробовать тут как бы играет небольшие такие но как я смотрю сбривает щетину мою однодневную и это здорово так что-то получается небольшими такими проходиками проходимся щетина жесткая щетина сама по себе такая плотная и бритва не так уверенно то есть я не пытаюсь давить на бритву и толстая щетина немного ее останавливает то есть я чувствую это дело когда останавливает просто не хочется не прилагать никакого давления ни на кожу ни на бритву потому что если бритва пойдет чуть-чуть не так вот острота бритвы позволяет разрезать кожу долю секунды так здорово и наше так пески что вам сказать вот по моим наблюдениям то есть под какому-то опыту небольшому бритва не совсем правильно идет потому что бритва подразумевает как бы ты подсекаешь вот сбриваешь работаешь кистью тут немножечко когда бреешься сам немного другие телодвижения и выглядит это все не так эстетично не так красиво когда ты смотришь когда барбер тебя бреет когда ты бреешь кого-то там по-другому там можно оттянуть кожу то есть ты как-то владеешь ситуацией и видишь тот участок со всех сторон сейчас я вижу однопока криво главная задача как бы побриться и не навредить самому себе но бритва достаточно хорошо как вы видите чистенько сбривает то есть свою задачу она выполняет немного неэстетично некрасиво ну сейчас виски подровняем вот так вот да здорово а с этой стороны тоже практически ровненько ну эстетика сейчас на другом на другом плане идет однозначно когда ты работаешь бритвой то бритва сама по себе сбривает смотрит вернее ты смотришь как она сбривает немножечко уже радостно радостно от того что просто работа идет сейчас эстетика процесса немного на втором плане когда это происходит в барбер салоне там своя такая атмосфера атмосфера и тоже играет такую роль так здорово ну движемся движемся ребята не скажу что прямо офигенский плавно все проходит не так как хотелось бы не так как уже привыкли с некоторыми безопасными битвами работать но как бы работая по такой вот однодневной щетине да такой с недельным исходом то это одно удовольствие потому что щетина проросшая щетина уже достаточно освободилась от какой-то такой когда она пробивает кожу такой сумки и травм меньше происходит так здорово хочу заметить что очень удобно работать под носом в такой вот труднодоступных областях как у нас говорят да потому что бритву реально ты видишь так что и как она работает можно подвесить аккуратненько но опять же небольшой опыт нужно обязательно потому что бритва не признает ошибок но как бы ты все видишь что происходит на лице так осталась борода да более не менее жесткая щетина сбривается но не так охотно как хотелось бы так здорово немного обновим мыло подсыхает когда мыло подсыхает на коже это уже не хорошо потому что бритва начинает уже не скользить абсолютно так ну что грубо говоря мягко выражаясь мы дошли до завершения первого прохода сейчас не будем останавливаться и будем как можно уверен идти дальше вот так виски ну в принципе я считаю что здорово здесь просто уже по второму кругу пошло сейчас зачищающими и я надеюсь что все будет здорово так не останавливаясь на мелочах тренируемся на себе бреем соседа или наоборот ну кому как нравится так немножечко влаги все-таки добавлю чувствую вот так удобнее пена получилась более концентрирована надо чуть чуть больше добавить водички так очень удобно этой штукой комиссори но опять же таки небольшие с ней проблемы существуют в таком плане что ее нужно затащивать намного эффективнее работать о том что я хочу дальше сказать с шабеткой но все же выравнивать бороду работать под носом там усы здорово это из такой области хотелок в современном мире здорово получается но повторюсь уже десятый раз не спеша так хорошо хотя пеньков очень много как вы заметили с бритвой я работаю с одной стороны и с другой стороны нет разницы а вот затащивается она с одной стороны так придумана специально так ну что остались усы в принципе борода а по чистоте по чистоте исполнения это отдельный вопрос как говорится не очень все хорошо забегая вперед хорошо так так ух тут целый лес 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 несрубленных деревьев вернее лес оставленных пеньков вот так скажем да и здорово так поближе так ну хорошо я считаю что для второго прохода замечательно промыли бритвочку сейчас отвожу в сторону у нас салфеточка пройдемся по ней так отлично и сейчас умываю лицо и быстренько возвращаюсь не ухулю вау ну что вам сказать прохладненькая водичка не совсем горячая не совсем холодная немного уже подготовил лицо в завершающей стадии сейчас чуть чуть посмотрю и как говорится выскупливаться не будем но что то надо вести до ума так хорошо хорошо эпидермис снимает как говорится аж гайшу мыть потому что резвие идет напрямую с кожи и без какой-либо защитной гарды в чем особенность опасный бритв так немного здесь будем оптимистами и у нас получилось очень неплохо то есть прощупывается достаточно много пеньков видимость бритья такой чистого лица есть может быть еще где-то чуть чуть ближе возможно чуть чуть еще но на этом мы ребята заканчиваем я считаю что сегодняшнее такое испытание достаточно хорошо прошло то есть сейчас чистенько чистенько получается что нам еще надо что еще надо да на прощупывание на прощупывание да много есть пеньков которых возможно если бритва прошла с первого раза то было бы намного интереснее но в связи с тем что лезвие очень короткое имеет агрессивную стопроцентное воздействие на кожу и снимает эпидермис и изгревает щетину и вот это вот а многократное прохождение такой бритвы вызывает раздражение на лице если мы сейчас видим достаточно светлое белое лицо но небольшие какие-то есть покраснения то есть возможно даже с другим связаны но то уже хорошо белое лицо красивое что нам еще надо так что сегодня у нас вот таким вот образом все произошло не зарезался если вы смотрите это видео не зарезался никого не могу порадовать но во всяком случае как-то очень здорово вот виски хотелось бы еще чуть-чуть чуть-чуть подровнять чуть-чуть сейчас как-то вот так вот чуть-чуть вот так вот 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 теперь вообще замечательно по моему все четко и красиво с этим вопросом комиссурии или шаветка справляется на все 250 процентов очень здорово и красиво ну что ребята сегодня все как бы замечательно прекрасно прохладная водичка сейчас возьму прохладную водичку вот такой вот уберем лишние щеки на которые чуть-чуть добрили и все на этом все скажу вот такие небольшие выводы сейчас чуть-чуть погодя посмотрим сегодня наш автошевик все-таки флойдик надо пройтись похоже для того чтобы потом через пару часов или на следующий день никаких сюрпризов в небо хорошо так она проходится очень даже хорошо чувствуется чувствуется там не пытался выбриться хорошо ну еще чуть-чуть вот так вот хорошо хорошо свежесть освежает охлаждение охлаждение присутствует а что еще надо так бальзамчик который я хотел использовать я чуть-чуть позже решил все-таки нанести пока впитается спиртовой уберем пленочку и нанесем бальзамчик вот этот вот который мне очень нравится я его всем рекомендую очень хорошая кожа после него потом на следующий день чистенькая красивая без каких эмоций сейчас имеется небольшое раздражение на шее от бритвы от воздействия лезвия и от нашей жизни жизнь такая сложная сегодня наш помазок мне реально нравится 22 24 ну 26 миллиметров для меня узел который я в принципе приветствую большие узлы это конечно здорово но они участвуют в такой хотелке и в перерасходе ненужном абсолютно но с точки зрения эстетики тут не поспоришь кому что нравится сегодня у нас был кола от компании Яки Браш Яки Браш кола достаточно красивый большой высокий для того чтобы руки оставались чистые это очень важно сегодня у нас еще видите сколько мыла осталось там очень много в чаше в чаше сделала свое дело легкое душевное так что нравится мыло сегодня у нас было 1912 Клав кола от компании Вик Хам Сок Кампани ну и завершили все наше действие нашим приятным знакомым многим автошивом испанским Двигароса и Сминтовым здорово так ну сегодняшним у нас во первых гостей такой не часты является опасная бритва традиционная опасная бритва комиссори вот такая вот игрушка красивая душевная что я могу по ней сказать то есть бритва реально работает особенно если у вас небольшая брослость небольшая щетина и небольшая плотность это тоже важно то есть вы чтоб потом не удивлялись почему сложно проблевать почему есть десять тысяч хотела которые нужно понимать что происходит если вы хотите такое белое красивое лицо нужно правильно ей работать и все у вас получится даже на большой щеке с большой брослостью и как у меня однодневной это здорово бритва достойная бритва интересная бритва из разряда хочется попробовать и она очень недорого стоит там можно купить ее порядка 25-30 долларов эту бритвочку сделана она где-то в тридцатые сороковые годы начала двадцатого века их очень много в любом состоянии этих бритв есть в хорошем в лучшем в отличном в замечательном не хочется брать все это есть все присутствует бритва достаточно легко затачивается потому что имеет расстояние небольшое 40 миллиметров она достаточно плоская достаточно уверенно сделанная то есть даже новичок при небольших навыках может заточить но опять же тоже камни желание научиться но с этой бритвой очень просто заточить небольшие особенности присутствуют так что интересный инструмент на ежедневник она я не сказал бы чтобы она подходит это из разряда а давай я сегодня побреюсь комиссари и вот такая вот история наше в современном мире достаточно много безопасных бритв которые отлично справляются и как ежедневник и через день и через два и через три и с обалденным результатом и никаких пеньков практически не присутствует уже даже из последних моих видео обзоров уже видно какую стоит какую не стоит брать и достаточно по очень бюджетной цене так ну что ребята сегодня был такой обзор по моему все здорово все замечательно результат живой так что я буду продолжать а вы не забывайте подписываться на канал ставить лайки этому видео и до новых встреч увидимся пока спасибо за просмотр до новых встреч 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 до новых встреч